Кристина, Ксюша, Лена, Серёжа и Саша, а ещё Максим, Гоша и Настя. Детей в доме Натальи Саргановых не то что запомнить по именам, по пальцам посчитать трудно. Самой маленькой Маше пять, самому взрослому Александру уже сорок два. Многодетной мамой по призванию Наталья решила стать 28 лет назад. Ей было 23, когда на пороге своего дома она обнаружила маленький свёрток. Затем усыновить решили ещё троих, а сейчас только несовершеннолетних у Саргановых 18 ребятишек. Дети все разные, воспитание встречается и трудности. Однако, признаётся Наталья, это ничто по сравнению с тем счастьем, которое дарит ей цветы жизни. В жизни всё очень сложно. И бывают всякие разногласия, бывают различные какие-то недопонимания. Когда всё это перешагиваешь, и потом видишь, что нужно было сделать над собой усилие, это, конечно, даст слёз слушать слова искренние, слова благодарности. Без дела дети Саргановых сидеть не привыкли. Кто-то посещает секции, кто-то занимается музыкой, некоторые предпочитают спорт. Но почти все ребятишки очень любят рисовать. На конкурс рисунков «Лучший дворик» семья отправила около 20 работ, ведь взгляд каждого в семье индивидуален. Вот дерево яблоня, которое у нас там растёт, вот домик, вот там бабушка поливает цветочки. Участвовать в конкурсе решили не ради награды, а для удовольствия. Ведь главный приз, детская площадка от губернатора Владимира Груздева, у семьи уже есть. А сегодня глава региона лично познакомиться с Саргановыми решил. А у ребят появилась возможность не только поблагодарить за подарок губернатора, но и памятную фотографию получить. Общение продолжили в домашней обстановке. За кружкой чая ребятишки поделились с главой региона своими интересами, мыслями и планами. Жить в большой семье – здорово, отметил Владимир Груздев. У вас появляется чувство локтя с самого детства, и все, кстати, взгоды и невзгоды проходите вместе. Поэтому я очень надеюсь, что, конечно, вы будете помогать и другим людям, когда станете постарше. Поддержку от руководства региона семья получает и материально. С Саргановым были выделены средства и на ремонт дома, и микроавтобус многодетной семье подарили. Поддерживать самую большую в области ячейку общества глава региона собирается и дальше. Я буду просить комиссию, которая у нас рассматривает заявление о присвоении звания почетного гражданина Тульской области, чтобы Наталью Васильевну в следующем году на эту высокую награду представили. И я думаю, что комиссия меня поддержит. Мне кажется, нужно таких людей поддерживать. Они достойны такой оценки. На достигнутом семья останавливаться не собирается. Наталья с радостью готова установить еще ребятишек. В их доме место, а в сердце любви и внимания, утверждает Сарганова, хватит на всех.